Но приветствую вас в этом прямом эфире. Сегодня у нас специальный гость, мой ментор Максим Белоусов. Сейчас мы ждем, когда он присоединится, и как только он присоединится к эфиру, мы сразу же будем стартовать. В рамках этого эфира планируем рассказать, что такое наставничество, зачем оно нужно, как с этим быть, и обязательно ответим на ваши вопросы, если таковы будут появляться. Так, Макс присоединил. Привет, привет. Приветики, приветики. Спасибо большое, что согласился присоединиться к этому прямому эфиру. Спасибо, что решил поделиться своим мнением, своим знаниями по поводу наставничества. В первую очередь, хотелось бы тебя попросить рассказать, что такое наставничество, зачем оно нужно и кому оно пригодится. Привет, Лена. Давай немножко расскажу про себя. На твоей аудитории мы же меня не знают. Меня зовут Макс, я 10 лет занимаюсь маркетингом. В данный момент я являюсь спикером таких площадок, как Skillbox, Сколково, Синергия, мой бизнес, университет Плеханово, TimeBiz и более 50 региональных конференций. Также я успел поработать с многими известными коучами, спикерами, такими, как Тони Робинс. Это зарубежные его мероприятия по всему миру. Это Лондон, Сингапур, Майами, Австралия, Нью-Йорк и так далее. И Олимпийский. В Москве на 28 тысяч человек принимал непосредственно участие в продвижении этого мероприятия. Также была работа с Аязом Шабудиновым. Два года был директором по маркетингу, методологом, разрабатывал ему курсы, спикером и партнером по некоторым проектам. Работал также с Ардиславом Гондопасом, с артистами Blackstar, с Экардом Толли, с Екатериной Уколовой, с Полиной Большаковой и с многим с кем еще. Также компании из различных ниш, порядка 100 компаний уже поработал с ними. И также был сооснователем компании Millionaire, это автомобильный парфюм. Может быть, кто-то слышал, я был сооснователем этой компании, сейчас она продана и активно развивается, в нее вложено порядка 200 миллионов рублей. Также являюсь сооснователем онлайн-школы по вокалу «Звучать в мир». Полностью с нуля ее создавал и являюсь сооснователем. Часть доли у меня в этой онлайн-школе есть. В данный момент сейчас у меня консалтинговое агентство. Мы работаем с крупными компаниями, интересными проектами, брендами, личным брендом и инфобизнесом, и с классическим бизнесом. Часто выступаю и консультирую маркетологов и предпринимателей. Один из форматов консультации – это наставничество. Также у меня есть еще годовой мастер-майнд, на котором сейчас порядка 10 человек. Вот как-то так. А что такое наставничество? Значит, ты спросил наставничество. По сути, сейчас это очень такой популярный вид коучинга. То есть это работает этот отец с человеком. На самом деле формат наставничества придуман не инфо-цыганами и не в прошлом году. К наставничеству прибегали всегда. То есть у каждого популярного, известного, выдающейся личности всегда был человек, которому он прислушивался в той или иной сфере. То есть у политиков были наставники, у спортсменов были наставники, у любых известных деятелей, у художников, писателей, актеров, неважно кто ты, у всех были наставники. Почему наставник это важно? Потому что наставник помогает тебе смоделировать определенные действия на примере себя, чтобы ты достиг тех результатов, которые достиг данный человек. Потому что наша психика, она устроена таким образом, что мы учимся повторять. С самого детства мы смотрим на окружение, на родителей, пытаемся понять, как держать ложку, как ходить, как разговаривать, как вести себя в социуме, что можно делать, что нельзя. Это все мы делаем как? Повторением. Соответственно, наставник это человек, который тебе скажет, как тебе прийти в точку Б, как тебе выйти на новый уровень. При этом этот человек уже прошел этот путь, и тебе будет сложно без этого человека пройти в эту точку Б, потому что ты будешь как ежик в тумане. Ты не понимаешь, как двигаться, куда двигаться, что делать. А человек, даже если ты не осознаешь, почему это нужно, он тебя проведет за ручку до этого результата, давая тебе определенные упражнения. И у меня есть даже авторская программа, по которой я сейчас двигаюсь на наставничестве, по которой я с Леной работаю и с другими ребятами. У меня на наставничестве уже порядка 50 человек побывало. Понятно, что у нее у всех результаты, у меня не 100% на конверсии, но порядка 80-90% получают те результаты, которые они для себя запланировали за месяц, за два. Наставничество делится на три модуля. Да, вот сейчас вот тоже мои ученики добавляются, вижу, спасибо за отзывы. Наставничество делится на три типа. Первое – это работа с головой, потому что бизнес и ваше дело – это продолжение вас, то есть вашей ценностной базы, вашего мышления, ваших убеждений, ваших правил установок. Второе – это инструменты. То есть мы выбираем инструментарий достижения тех результатов, которые мы с вами напланировали на первом созвоне, да, то есть мы определили сами цели и полагания, куда мы хотим прийти и за счет чего. Я также развиваю стратегическое мышление, и мы выбираем тактику достижения этих результатов. Вот. И третье – это система. Как из этого всего превратить не в случайный какой-то успех, результат, а чтобы это было систематически, чтобы мы закрепили этот результат, и ты дальше пошла там развиваться. Вот как-то так. А скажи, пожалуйста, с какими проблемами можно приходить на наставничество? Потому что лично мое мнение, что какая бы проблема у тебя ни была, в любом случае тебе наставник сможет помочь. Но, может быть, я ошибаюсь, и есть какая-то сфера, при которой, ну, как бы нет. Наставник здесь еще рано, либо уже поздно. Ну, самый важный момент, что наставник – это, прежде всего, человек. То есть первое, что должно быть, вам должен нравиться этот человек. То есть нравятся его принципы жизненные, нравятся его позиции, как он себя ведет, как он себя проявляет в мир, чем он живет, чем он интересуется. То есть прежде всего должна произойти химия. То есть если вам человек нравится, как наставник, все, это первое, что важно. Второе – это полностью довериться, потому что у меня были там прецеденты, когда люди ко мне приходили на наставничество, и они включали критическое мышление. То есть в силу того, что я последние пять лет езжу по разным странам, я по работе проходил разные конференции, курсы, тренинги, и сам я активно прокачиваюсь. Вот у меня сейчас, например, психолог, я с психологом работаю, с коучем, то есть я сам себя прокачиваю. И исходя из этой всей информации, я вырабатываю определенный инструментарий понимания себя и окружающего мира, и как тебе с помощью этого инструмента достигнуть более высоких результатов. Но при этом, если человек настроен критически, очень сложно пробить сквозь критику и доказать ему, что конкретно этот инструмент ему поможет. Поэтому тратится большое количество энергии, времени, и в итоге человек не получает результата только потому, что у него шоры на глазах. То есть он думает, что это ему не поможет, это у него не сработает, Макс виноват, ответственность переложить себя на меня и так далее. Да, такие люди есть, я сам себя иногда так веду, но, к сожалению, это не про результат. Поэтому второй момент – это полное доверие между вами, между учеником и наставником. Третье – это понять, что твой результат зависит на 50% от наставника и на 50% от тебя. То есть если тебе наставник что-то сказал сделать, а ты это не делаешь, ну он же не волшебник, правильно? Поэтому нужно не забывать о том, что нужно действовать, то есть нужно делать. То есть в любом случае делание, оно приводит к результату. То есть как бы тебя круто не посоветовали, то если ты сидишь ровно на диване, то, естественно, у тебя результата не будет. Вот три фактора, которые я бы себе выделил. То есть еще раз, первое – это химия между вами. И лучше искать наставника именно в вашей сфере. То есть если вы маркетолог, то найдите маркетолога, который достиг большего результата, чем вы. Если вы, например, занимаетесь спортом, духовно себя развиваете, а ваш наставник вообще это не приемлет, ну вряд ли у вас произойдет синергия. Второй момент – нужно отключать критическое мышление. То есть максимально довериться. Если вы пришли заниматься, не нужно спорить с наставником. То есть не нужно пытаться как-то его принизить, либо как-то свою важность показать. То есть максимально стараться убрать свое эго. Потому что вы пришли заниматься, все, вы в позиции ученика. То есть вы должны это принять четко. Если вы не чувствуете авторитета и уважения к наставнику, лучше к нему не идти. То есть нужно найти такого человека, к которому вы будете прислушиваться. И третье, естественно, это выполнять все задания. То есть максимально дать себе установку, что в течение месяца я занимаюсь конкретно по этим заданиям, я выполняю четко, что мне сказали. И, Макс, может быть, ты дашь какое-нибудь одно упражнение и моим, и своим подписчикам, которое уже завтра позволит им стать хоть чуть-чуть лучше? Потому что я думаю, в основном у нас здесь собрались СММщики, маркетологи, и я думаю, это будет полезно. Я сегодня выступал на площадке TimeBiz, очень дал прикольное упражнение. Я называю его неадекватность. То есть нужно отследить, на каком этапе у вас присутствует неадекватность. Я про это тоже рассказывал на вставничестве. Есть три главных блока в бизнесе. Первый блок – это продукт, либо вы, либо ваше дело, ваш бизнес. Второй – это клиент. Третий – это коммуникация между продуктом и клиентом. Соответственно, если вы, например, говорите, что я херачу, батрачу, работаю за копейки, меня не ценят, то неадекватность присутствует на стороне вас. То есть у вас заниженная оценка. Соответственно, нужно проработать неадекватность на стороне вас, на стороне продукта. Если клиенты вам начинают просить возврат денег, недовольны продуктом, то, соответственно, неадекватность присутствует на стороне продукта. То есть вам нужно либо улучшить продукт, либо снизить ценник, снизить ожидание клиента от результата, который вы ему обещаете. Третье – это коммуникация. То есть понимают ли люди вообще, что это такое, что вы делаете, что вы продаете, какую ценность человек получит. Соответственно, если у вас правильное донесение информации, то есть вы правильно запаковали свои смыслы, донесли это до своей аудитории, то неадекватности нет. А если люди не понимают, они вроде бы кликнули на одну рекламу, вы им продаете другое, у них как бы диссонанс. Именно поэтому неадекватность может присутствовать еще на стороне коммуникации. Поэтому вам задание – отследите, на каком этапе у вас присутствует неадекватность и попробуйте ее изменить. То есть она может быть либо в плюс, неадекватность пошла, то есть завышенная оценка, самооценка, либо завышенное ждание у клиента, от вашего продукта, либо вы думаете, что у вас охеренный сайт, а у вас он не очень, либо заниженный. То есть то же самое. Вот такое задание. Да, я помню, я когда его выполняла, я выявила у себя 4 пункта, где у меня как раз-таки вот это была неадекватность, и в основном она вся была ниже. То есть, как я это называю, я говно, я моча. Да, есть такое. Да, спасибо тебе большое, что присоединился и рассказал. Я честно скажу для тех, кто уже в принципе плюс-минус хорошо работает в сфере СММ, но хочет еще больше выстрелить, либо он считает, что застрял, рекомендую к Максу. Спасибо. Макс, вот от всего сердца рекомендую. Если вы только начинаете, то можете прийти ко мне. Тоже помогу, чем смогу. Спасибо тебе большое. Естественно, этот эфир я сохраню. Если возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях, я тегну Макса и попрошу его ответить. Спасибо. Давай немножко все-таки, давай немножко 5 минут еще потратим в свое время. Расскажи вообще про свой опыт. То есть, ты же у меня занималась, ты у меня вот пошла на наставничество, ты у меня в мастер-майде сейчас. Абсолютно искренне расскажи, какие у тебя были страхи, переживания, до, вписываться, не вписываться, почему такие деньги нужно платить, получил ли ты ценность, какие инсайты у тебя с этого всего процесса, какие изменения уже в твоей жизни присутствуют. Просто расскажи как клиент. Самое сложное для меня было решиться, потому что я материалист, назовем это так. То есть, я привыкла, чтобы если мне чем-то помогали, то это было то, что осязаемо. Здесь это больше, но лично для меня, это работа с головой. Потому что как бы как поправить бизнес, я понимала. А вот как поправить голову, чтобы эта поправка бизнеса сработала, вот с этим у меня была проблема. И я честно признаюсь, на первое созвон я пришла супер критично. Это вот прям я была супер критиком, несмотря на то, что абсолютно доверяла твоему опыту. Я пришла абсолютно уверенная, что все будет ок. Но все равно вот эта нотка скептицизма, она была во мне. Уже после первого занятия меня отпустило по некоторым пунктам, по тому же самому синдрому отличницы, меня прям отпустило. Это был сложный момент проработки, ты это помнишь, но оно было действительно нужно для того, чтобы улучшить собственную жизнь и собственную работу. И самое главное лично для меня сейчас, это, во-первых, то, что я все-таки решилась и ушла больше в коучинговую работу, чем в работу с аккаунтами, то есть вот этого ручного труда, то есть больше в интеллектуальную работу, назовем это так. И я на это не могла решиться практически год. То есть для меня это самый главный верный шаг первый, который я сделала. А второе, это то, что очень хорошо почистилась голова. Конечно, еще тараканов мама дорогая, там еще хватает места для того, чтобы им посидеть, но уже их стало меньше. Хоть подтравила, хоть чуть-чуть. И третье, это то, что вот как раз-таки после того, как началось наставничество, началось потом вот этот годовой мастер-майнд, у меня уже было 4 публичных выступления, на следующей неделе у меня выходят 2 статьи, и меня позвали выступать на самый большой молодежный форум центрального черноземья, Молгород, как бы. Красотка. Итога, сколько получается? Два месяца прошло, по-моему, после первого нашего сезона. Да, непомерно, да, да. Да, вот это итог работы двух месяцев. Работы еще много, но я считаю, что для начала это прям более чем хорошо. Круто, спасибо. Очень приятно, что у тебя есть результат. Супер. Будет еще больше поиграть. Я, вот честно говорю, искренне и откровенно всегда всем рекомендую тебя, потому что, ну, пока что я не пожалела. Несмотря на весь свой скептицизм, я не пожалела. Это круто, это хорошо правит мозги, это заставляет выйти из своей скорлупы каких-то привычных для тебя устоев и мнений и посмотреть на себя со стороны, с абсолютно другой стороны, и понять, что, блин, есть еще второе мнение, третье, десятое, двадцатое, и они все правильные, и они все применимы к тебе. Главное это сделать. Супер. Я, на самом деле, очень рад, что ты решилась, потому что, ну, ценник, я понимаю, что не низкий, там, останусь 150, стоит мастер-майн, стоит 250. Но важный момент, чтобы вы понимали, что эти деньги – это супервложение в вас. Потому что если вы себя прокачиваете, то вы в новом статусе, в новом состоянии можете зарабатывать больше денег. И в диапазоне, в горизонте событий, там, 3-5 лет, это окупается и зарабатывается в десятки раз больше. Потому что, как я всегда говорю, бизнес – это продолжение вас. То есть нужно себя прокачивать, чтобы у вас был четкий бизнес, чтобы вы были счастливы и работали с теми клиентами, которые вы хотите, и зарабатывать деньги, которые хотите. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, во-первых, за то, что ты это делаешь, во-вторых, за то, что ты сюда все-таки решился присоединиться и поговорить в прямом эфире. Как и говорила, все сохраню. Если будут вопросы, задавайте, на все ответим. Всем хорошего вечера, среды. Пока-пока. Пока-пока, спасибо.